Результаты исследования такси в крупнейших городах мира представили на специальной пресс-конференции в Москве. Представители нескольких государственных и частных организаций изучали пассажирские перевозки в Сингапуре, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Шанхае, Токио, Стамбуле и, конечно, в Москве. Как оказалось, в сравнении с другими мегаполисами Москва находится на стадии становления рынка. Но по некоторым параметрам, например, по удобству и качеству сервиса, времени подачи машины, уровню оплаты трудоводителей, наша столица лидирует. За последние 7 лет спрос на такси в столице вырос на 3%. Москвичи все чаще отказываются от собственных автомобилей в пользу альтернативных видов транспорта. Очевидно, с каждым годом популярность такси будет все увеличиваться. Правда, лишь в том случае, если власти и таксомоторные компании решат ряд важных проблем. По соотношению цен на такси и общественный транспорт, Москва оказалась в самом низу списка. В других мегаполисах разница в цене не так велика. Но эксперты считают, что в первую очередь властям следует позаботиться о безопасности, экологии. То есть увеличить долю машин с электромоторами или газобаллонным оборудованием. И приспособить сервис для маломобильных граждан. Вопрос безопасности очень важен. И мне кажется, здесь вопрос связан с тем, чтобы постоянно повышать квалификацию водителей, которые используются, и, соответственно, проходить какие-то определенные тестирования, например, на то, чтобы все-таки они и правила дорожного движения соблюдали, и, соответственно, были подкованы в плане безопасного вождения. Первый шаг в направлении повышения безопасности уже сделан. В тестовом режиме некоторые такси оборудованы камерами, которые следят за состоянием водителя.